Утром первого, мы на месте. Тремя на заработал, включили рвету, склоны поезды. Мы запринят, уезжаем. За сутки в городе произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 5 человек. В час дня авария зарегистрирована на углу улицы Желтоксана и Рескулбекова, рядом с кинотеатром Казахстан. Здесь столкнулись автомашины Mercedes-Benz и Toyota Land Cruiser. Легковая автомашина двигалась по Желтоксан в сторону парка Абая, а джип в перпендикулярном направлении со стороны улицы Тарикулова, направляясь к Гане Иляева. Столкновение произошло в центре перекрестка в момент смены сигнала светофора. Я стоял на светофоре, когда включился зеленый свет, я тронулся. В это время на красный свет, заканчивая маневр, с Рескулбекова выехал джип. Он поворачивал на Желтоксан. Я даже не заметил, как он вылетел на перекресток. Но я не заметил, как он вылетел на красный свет, но я не заметил, как он вылетел на красный свет. Водитель Toyota в свою очередь утверждал, что выехал на перекресток на зеленый сигнал светофора, а правило нарушил водитель Mercedes-Benz. Впрочем, выяснить истинного виновника ДТП будет несложно. Перекресток оборудован камерами наблюдения, которые зафиксировали момент аварии. В этом дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, но автомашинам нанесен материальный ущерб. Степень вины водителей сейчас устанавливают дознаватели административной полиции. ДТП Сложная дорожная обстановка в Шимкенте вынуждает сотрудников дорожно-патрульной полиции ужесточить контроль за нарушениями правил дорожного движения. В очередном рейде все свое внимание полицейские уделили одной из главных причин ДТП со смертельным исходом – выезда автомашин на встречную полосу движения. Именно это нарушение провело к гибели сразу шести человек в аварии, случившейся в конце июня на Ленгерской трассе. Как свидетельствует статистика, выход на встречную полосу – главная причина ДТП с человеческими жертвами. На сегодняшний день в городе произошло 911 ДТП, в них погибли 33 человека, 1190 получили различные травмы. Одно из основных нарушений, в результате которых происходят аварии – выход на встречную полосу движения. С 30 апреля 2014 года в административный кодекс внесены изменения, согласно которым за выход на встречную полосу движения предусматривается лишение управления транспортным средством сроком на один год. В ходе этого рейда полицейские в очередной раз убедились, что шенкенские водители пренебрегают правилами и выходят на встречную полосу движения, несмотря на грозящее лишение водительских прав. Нарушения правил дорожного движения водители объясняют по-разному. Кто-то ссылается на спешку, кто-то на отсутствие порядка на дорогах. Вы сами посмотрите на дорогу, что происходит. Все забито, нигде не проехать, кругом пробки. Вы сами посмотрите, я разве выезжал на встречку? Где моя машина стоит и где встречная полоса? Тем не менее, никакие объяснения водители не спасают. Из-за этого нарушения следует единственное, но суровое наказание – лишение прав управления автомобилем сроком на год. В этом случае запись видеокамеры станет и доказательством в суде. С начала 2014 года полицейские уже оформили на 120 водителей административные протоколы. На 71 автомобилиста дела переданы в административный суд. Дорожные полицейские предупреждают, что подобные рейды будут проводиться регулярно. Змеи продолжают оккупировать человеческие жилища. Очередной случай проникновения рептилий в частный дом произошел в микрорионе Тасай. Здесь метровая змея проползла в ванную комнату, зарывшись в бак с бельем. Ее случайно обнаружила хозяйка дома и вызвала спасателей отряда департамента ПЧС. Обнаружить и изловить змею при помощи специальных приспособлений оперативники смогли в течение 10 минут. Рептилия, как и в большинстве случаев, оказалась не ядовитой. Поместив банку, спасатели вывезли ее в степь. А в поселке Хайпас рептилию жильцы частного дома обнаружили в зале. Змя лежала в центре комнаты на ковре, наводя страх на детей хозяев жилья. Именно дети первыми обнаружили рептилию, позвав родителей. А те, в свою очередь, обратились за помощью к спасателям ЧАЭС. Изловить змею для спасателей, уже имеющих большой опыт в этом деле, труда не составило. Уже через три минуты присмыкающееся было надежно упрятано в банку. А в полночь спасатели на помощь вызвали два пожилых инвалида, проживающие на дачном массиве Кайнар-Булак. Они рассказали, что уже несколько часов к ряду они не могут попасть в дом, так как калитку перекрыл упавший бетонный столб. Спасатели откликнулись на столь необычную просьбу и уже через полчаса ломами и другими инструментами расчислили дорогу к дому пожилых людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok